МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! С вами снова я, Олег Карцев, из Беларуси. И мы снова в гостях у звукорежиссера Андрея Медведка. Но мы не просто так сидим, мы не водку пьем. Мы пьем чай с печенюшками и белорусским зефиром, сделанным бобручком. Ну что, чай в душу не обманешь? Как говорят, чай не водка, много не выпьем. Мы поговорим о акустических системах, которых существует, оказывается, громадное множество. И в свое время Андрей перебрал все вот эти технологии своими руками. Он смог сделать очень много интересных экземпляров различной акустики. Некоторые из них мы сегодня увидим и послушаем. Почему акустика своими руками, как вы к этому пришли, всему? Как это все собирается? Какие вообще существуют технологии акустики? Раньше мы знали только радио. Вот в розетку слушаешь радиоточку. Ну, принцип или тип акустических систем существует очень много. Допустим, все начиналось с обычной коробочки без задней стенки. Это репродуктор. Как говорят сейчас бабушкины радио, да, виселые? Это как Левитан объявлял военные сводки. Ну, Левитан, да, объявлял. Да, действительно, это, можно сказать, и рупорная часть акустика, и отчасти это диполи. Поскольку нет ни корпуса, ничего, просто бумажный, как бы лейка собрана. Вот, и эта лейка о чем-то говорила. Притом там была такая, значит, настроечка, которая винтик, который можно подкрутить и добиться максимального звучания. Я этот громкоговоритель помню, у нас он дома был. А потом можно, значит, от обычной бабушкины радио, от репродуктора, который на стенке висел, переходить к таким акустическим системам. Ну, например, вот радиоприемники были. Это тоже примерно тот же принцип. То есть, от открытой системы, сзади картонная, значит, крышечка с дырочками. Вот, и звук шел вперед от громкоговорителя и излучался через вот эту решеточку, так же в пространство. Потом, да, кстати, у каждого оформления есть свои плюсы и минусы. Конечно, характеристика, весь тембральный диапазон был не совсем верный, не искаженный, но, тем не менее, люди слушали, и это вполне удовлетворяло на то время наш слух. Потом стали применять закрытые системы, так называемые компрессионные громкоговорители получились. Потом появились, хотя фазоинверторы и до этого были, фазоинверторные системы, дипольные акустические системы появились, хотя они тоже раньше, опять же, были, но сейчас появились более совершенные. Как разновидность это, а риполи. Трансмиссионные линии, есть такое акустическое оформление, называемое лабиринты, иначе называемое. Рупорные акустические системы, видимо, одни из самых древних акустических систем, мы видим самое примерное оформление. Это, например, вот так. Эй, Ваня! Сразу громко начинает. Это как у тренера на уроках физкультуры. Это яркий пример рупора. То есть, сложили для рупора, это уже. Эй, капитан, у вас якорь всплыл. Что бы это значило? Плохая, привет, матросы! Это, как бы, пример рупорной акустической системы. Как видим, много всяких систем. Ну и разновидностей, допустим, преобразователей электрического сигнала в звуковой. Это обычный громкоговоритель традиционный. Но появились также и, например, ионофоны, которые используют дуговой разряд. Ленточные излучатели появились, где в качестве мембраны используется лента. То есть, много разновидностей громкоговоритель. И у каждого есть свои плюсы и минусы. И по каждому можно о компоненте отдельно поговорить. Примерно такой общий взгляд на акустические системы. И, конечно, можно рассмотреть отдельно все плюсы и все минусы. Но вы, как конструктор и создатель акустических систем, у вас же есть какие-то свои приоритеты? Что вам нравится больше всего? Что наиболее технологично? Что производит наиболее точный звук и как этого добиться? Я, конечно, для себя, поскольку я сам спухач, меломан, я переделал сам лично своими руками все системы, можно сказать. То есть, и закрытый ящик, и фазоинвертор, и лабиринт трансмиссионной линии, и диполи, и риполи. Много экспериментировал с рупорными системами. И для себя, как бы для топовой системы, остановился на рупорной системе. На рупорной системе. Вот. Она у меня трехполосная. Тоже много моделировал, много делал экспериментов, переслушал, поизмерял. Ну, в общем, как-то остановился на ней. И в то же время мне очень нравятся дипольные акустические системы. Они очень дают интересное, легкое звучание. Пространственная картина очень получается интересна. Я бы на ней, честно говоря, тоже бы остановился отдельно. На очень приятно звучащем. Другие системы. Да, но диполь требует определенных условий использования. Например, если взять обычное помещение, то диполь далеко не в каждом помещении можно поставить. У нее есть свои особенности. В таких системах, в небольших помещениях, конечно, лучше применять закрытые акустические системы, лабиринты, фазы инверты. Те более компактные акустические системы. И достаточно неплохая частотная характеристика. Но у каждой системы есть, опять же, я уже говорил, что свои плюсы и минусы. Вот примерно так. То есть для себя я выбрал, остановился на рупорной системе. Но она... Но это же размеры, это массивная система получается. Да, конечно, если брать полногабаритную рупорную систему, то есть от низкочастотного звена до самого низкочастотного, это достаточно. Особенно низкочастотное звено, это примерно полтора-два кубических метра занимает. Только одно низкочастотное звено. Для такой акустической системы желательно иметь собственный дом. Да, да, или... Да, в этом доме еще и комнату отдельную для прослушивания. Вот тогда это можно себе позволить применять вот такую акустическую систему. Вот. Но фрагментально рупора можно использовать и в более компактной, например, системе. То есть низкочастотное звено делается на закрытом ящике или фазоинверторе, или даже на перинке. А 7-частотное звено и высокочастотное делает рупорное. Такие системы я тоже выпускаю, делаю. У меня такие системы есть. То есть все это можно заказать? Да, можно заказать. Да. Вот. У меня в доме таких систем есть несколько. В то же время можно, допустим, рупор использовать в обычной акустической системе. То есть низкочастотное звено делается в фазоинверторе или закрытый ящик. 7-частотное звено это закрытый ящик. А высокочастотное звено применяется в рупор. Во всех своих системах, которые я выпускаю, высокочастотное звено делается обязательно в рупорном оформлении. Почему именно так? Потому что рупор дает преимущество по звуковому давлению. Если подвести одну и ту же мощность к громкоговорителю, то с рупора, при применении рупора, мы получаем звуковое давление несколько раз больше. Поэтому для того, чтобы получить такое же звуковое давление, как с обычным громкоговорителем, к рупорной системе мы подводим значительно меньшее напряжение. И сам громкоговоритель отдает меньшее искажение. В более линейном режиме работает. Вот это одно из как бы достоинств. Вот примерно так. А те колонки, которые находятся в зале, вот такие, как раньше продавались в нашем салоне Бенгендолсен, это бипольная система? А, значит, да, я забыл упомянуть. Есть еще такие акустические системы с круговой диаграммой направленности. Те, которые дают звук, излучают на 360 градусов. Их преимущество в том, что где бы мы находились, да, значит, обычная система, я вернусь к обычной системе, она имеет свою жесткую точку прослушивания. То есть в этой точке есть комфортное звучание. Если мы перемещаемся вправо-влево, звук переходит или к правой колонке прилипает, или к левой колонке прилипает. Поэтому точка прослушивания выбирается комфортно именно в центре, точно по центру международных акустических систем. А вот акустика с круговой диаграммой направленности такими жесткими характеристиками не обладает. У нас звук перемещается, вернее, звук находится, звуковое поле равномерно распространяется во все стороны. Поэтому мы можем качественно получать звук, сидя уже большой компанией. Вот это их основное достоинство. И у нас, когда было представительство Бенка Толлеса, для них я сделал такую акустическую систему. Примерно такая же система там стояла фирма Герман Физик. И тем не менее посетители отдавали предпочтение изделиям моим. Ну да, это что-то впечатляющее. Я помню, это лет так 20 назад на улице Якубоколоса у нас был такой салон вот этой вот известной датской компании. Датская, помню, я до салона. И я захожу, смотрю эту всю аппаратуру, глаза горят. Вот у нас все это только так и появилось. И я вижу вот эти чудесные экологии, там все это дедик горит такой. Елки-палки, а можно включить? И мне включили первый раз, много лет назад. Я услышал акустику, сделанную руками Андрея Медведки. Естественно, я тогда его еще не знал. Так что для меня вот человек легендный сидит вот напротив. Мы пьем чай. Кстати, такие же системы стоят сейчас у меня в зале. И я их слушаю для просмотра телевизора. Их можно у меня посмотреть, послушать. Да, мы сейчас еще перенем в зал, да, и мы это послушаем. Молодость моя, Белоруссия. В свое время Андрей Медведко разработал и воплотил в жизнь вот такую вот интересную аудиосистему. То есть здесь у нас располагается телевизор, да? Слева и справа находятся вот такие вот чудесные дизайнерские акустические системы. Расскажите, пожалуйста, вот конкретно про вот эти вот колонки. Какие их тут преимущества? Почему именно они дома в самой главной комнате, где мы смотрим телевизор, располагаются? Главная не эта комната, а выше. А, понятно, да. Вот, и как они устроены. А еще интереснее было бы заглянуть сюда, вовнутрь. Ну, это вы уже хотите все мои секреты вскрыть. Ладно, я пока пошел за отверткой. Хорошо. Значит, это акустическая система с круговой диаграммой направленности. Это ее основная особенность. Почему именно такая система стоит здесь? Ну, во-первых, она не очень привязывает зрителя к акустическому центру. Обычные акустические системы имеют ось, на которой более комфортабельно можно слушать музыку. При этих системах такой жесткой зависимости нет. Звук распространяется во все стороны с абсолютно одинаковой частотной характеристикой. Поэтому можно находиться и против этой акустики, напротив экрана, и можно отойти в другую сторону. Мы везде будем слышать полноценный звук. Значит, собой они представляют трехполосную акустическую систему. Отдельный низкочастотный канал, среднечастотный и высокочастотный канал. Все работают на акустические рассеиватели, которые как раз и дают вот эту круговую диаграмму направленности. Значит, низкочастотная часть у меня выполнена по системе изобарика. Что это значит? Это значит, что здесь применяются два громкоговорителя, которые направлены друг на друга. И эти два громкоговорителя ставятся в один корпус. Что это дает? Это дает значительно меньшего объема для этих колонок. То есть, если бы я использовал в этой системе один такой громкоговоритель, колонка бы получилась в два раза толще. А применяя два громкоговорителя, колонка получилась достаточно стройной. Ну, конечно, это какие-то средства дополнительные, но тем не менее, дает вот такой, как бы, хороший эффект. Ну, меня тут просят открыть и колонки. Я, конечно, никогда их не вскрывал. Да, значит, что еще по поводу этих колонок? Значит, в этом же корпусе находятся три усилителя. Каждый усилитель работает на свой громкоговоритель. Одновременно здесь также есть еще и параметрический эквалайзер. Он подключен к низкочастотному каналу. Что это дает? С помощью этих регулировок мы можем настроить низкочастотное звучание в точке прослушивания. То есть, или добавить какие-то частоты, или убавить. В зависимости от того, какая звуковая картина у нас получилась в точке прослушивания. Так что эта система такая достаточно непростая, сложная. Эти системы я подключаю прямо к линейному выходу телевизора. Таким образом, в моей аудио, вернее, видеосистеме нет отдельного усилителя мощности. То есть, есть только источники и акустические системы. Это вот как бы основное достоинство, почему я их как раз и применяю в этом помещении. Значит, эти системы сделаны, наверное, уже лет 25 тому назад. И с тех пор я их еще ни разу не разбирал. То есть, как собрал, так они безотказно работают. Сами автоматически включаются, выключаются. Но поскольку меня попросили снять кожух, снять пылезащитный колпак, попробую это сделать. Учтите, что 25 лет я их не открывал. Что там делается, я даже не представляю. В смысле грязи и пыли. Попробуем. Да, кстати, вот эти системы изготовлены полностью, не выходя из дома. То есть, вот этот корпус сделан, шил этот колпак, раскрой делал из ткани. Ну, а теперь попробуем все это сломать. А сейчас мы разберем авторскую колонку Медан и узнаем, что там находится внутри. Андрей, отвертка есть? Вот уже приготовил. Поехали, ломать колонку Медану. 25 лет я не вскрывал, как работает. Попробую сейчас ее сломать. Здесь специальная заглушечка есть. Даже что-то тут у меня типа пломбочки. Боюсь, честно говоря, нужна отвертка, наверное, не под крестик. Акустика так давно делалась, что я даже забыл, что здесь оказывается винтик не под крестик, а под обычную отвертку. Пришлось сбегать за отверткой в мастерскую. Ну, попробуем сломать. Что там, даже уже и не помню. Наверное, денежная заначка, перетянутая резиночкой. Сейчас посмотрим. Так, это крышечка идет. Ну, а теперь снимаем завесу. Вот она. Действительно. Я думал, здесь пыль. Вот так вот. Да, да, да. Вот так вот. Ну, вот еще одна акустическая система. Так, мой папа-робот. Видите, какой у меня настоящий космический шлем, изготовленный Андреем Медведко. Вот так вот он снимается, да? Вот точно такая же шапка располагается и на вот этой вот самой колонке, которую мы с вами распотрошили беспощадно. Вот так я ее когда-то паял, собирал, делал выкройку сетки. Вот, собственно говоря, и все секреты. Да, я думал, что я в жизни видел все. Оказывается, я еще мало чего видел. То есть век живи, век учись, а еще лучше учись каждый день. Закончено. Все тайны выданы. Друзья, одна из моих топовых акустических систем. Это уже работает не от одного усилителя, а уже надо два усилителя мощности. Один усилитель работает на низкочастотное звено, второй усилитель работает на середину и наверх. Вот, деление происходит в предварительном усилителе. Сигнал с предварительного усилителя идет на два усилителя мощности. Значит, это колонка фазоинверторного типа. Что здесь еще можно... Частоты разделы 300 Гц и 3 кГц. Среднечастотный динамик я использую бумажные диффузоры, как правило, всегда бумажные. А пищалки использую в рупорном оформлении. Рупора все лью, изготавливаю сам. Рупора у меня бывают и высокочастотные, и среднечастотные, ну и, конечно, большие низкочастотные улитки. Но это в следующую тему. Эта акустика выпускается в трех модификациях. Значит, вот это самая начальная модификация. Вторая, это середина выполнена по концепции Аполита. И третий вариант, это когда полностью середина и вверх в рупорном оформлении. Но это можно будет несколько позже показать. И об этом отдельно рассказать. Ну вот в данном случае я установил второй блок. Это второй вариант, в котором я изготавливаю такие акустические системы. Это система Аполита. Ее особенность в том, что при изменении слушателя по вертикали, в основном частотная характеристика не меняется. То есть, если один динамик опережает, второй отстает. Поэтому общая, как бы, звуковая, фазовая характеристика остается постоянной. Это, собственно говоря, и предполагалось, когда разрабатывалась данная концепция. Теперь хочу немножко вернуться к низкочастотному блоку. Часто задают, как выбрать, хороший ли корпус или плохой корпус. Для того, чтобы определить, достаточно в колонку подать низкочастотный сигнал. Например, контрабас включить. И приложить руку к одной из стенок. Если стенка вибрирует, корпус выполнен достаточно плохо. Корпус должен быть мертвый по определению. В колонках имеет право разговаривать только спикеры, громкоговорители. Все остальное должно молчать. Вот это один из способов того определить, что собой представляет, как изготовлен сам корпус. Ну вот, возвращаясь к средночастотному блоку, такой блок... Да, частоту раздела у этого блока тоже 300 Гц между низкочастотным и средночастотным. Звучит, конечно, очень объемно, хорошо. Для этого надо, конечно, все слушать. Пищалка здесь также выполнена, как и в предыдущем блоке. Этим он отличается. Теперь можно посмотреть, ну и третий вариант. Самый, так скажем, дорогой вариант и самый хорошо звучащий. Ну вот перед вами третий вариант. Это акустические системы. Отличается он, конечно, средночастотным звенем и высокочастотным. Это рупорная система. Звучание, конечно, очень открытое, рельефное, объемное, легкое. Столько теплых слов можно о нем сказать. Ну и достаточно недешевое по изготовлению. Рупор я изготавливаю из композитных смол. Долго подбирал материалы, из которых можно отливать рупор. При постукивании он напоминает звучание древесины, плотной древесины. Поэтому своего окраса у этих колонок нет. При изготовлении, кстати, рупорной системы, почему многие не совсем лестно отзываются о рупорных системах? Дело в том, что рупорная система немножко окрашивает звук. Это, прежде всего, получается при не совсем правильном изготовлении самого рупора. И поэтому на частотной характеристике иногда есть выбросы. Здесь, может быть, даже сказать не столько в ровной характеристике, сколько в кумулятивных свойствах самого рупора. То есть иногда рупор сам начинает сказываться реактивные свойства самого материала, подзванивать. То есть переходная характеристика самой конструкции способствует некоторому окрасу. Рупора иногда делают очень тонких материалов. И такие рупора, конечно, не самым лучшим образом звучат. Но вот эта система, я очень много сделал моделей этих рупоров, долго отслушивал. Не только снимал частотные характеристики, но и сам материал. Материалу, конечно, уделил очень большое внимание. Для этих рупоров у меня есть формы, пуансон-матрица, по которым изготавливаются эти рупора. Ну и точно так же изготавливаются и высокочастотные громкоговорители, вот эти рупора. Они также отливаются из такого же композитного материала, незвонкого. Ну, в результате, конечно, это очень хороший, высокий результат. Надо, конечно, слушать. Ну вот, а сейчас перед вами, друзья, мой бюджетный вариант. Уже как бы ниже по качеству, чем вот эта акустика, я не спускаюсь. Получные колонки я не выпускаю. Выпускаю в основном полноразмерную акустику, которая воспроизводит весь звуковой диапазон. Эта колонка получилась очень удачной и очень музыкальной. Честно говоря, я даже сам изначально, когда проектировал, не предполагал о таком высоком результате, о музыкальности этой системы. Выполнена она в виде фазоинвертора. Фазоинвертор настроен на частоту 28 Гц. Кстати, очень интересно звучит нижняя настройка. Динамик, несмотря что динамик всего лишь 8 дюймов, но бас очень уверенный, черткий, хорошо артикулированный. Вот об этих как бы системах. По бюджету, я бы сказал, это вполне доступный для среднего белоруса. Кстати, была у меня очень большая мечта найти компаньона, с которым можно было бы запустить эти системы в серию. Они рассчитаны для применения одного усилителя. Значит, при проектировании этих акустических систем большое внимание уделил выходному сопротивлению, реактивному сопротивлению. Оно абсолютно достаточно, так скажем, ровное в диапазоне от самых низких до самых высоких частот. Это прежде всего необходимо для того, чтобы при использовании этой акустической системы для ламповых усилителей, где выходное сопротивление достаточно большое, не происходил тембральный перекос, который часто замечен при использовании фирменной акустики. Потому что она в основном рассчитана на нулевое выходное сопротивление, на усилители с малым внутренним сопротивлением, охваченным глубокой отрицательной обратной связи. Эта же акустика, всеядная, она может играть с любым усилителем, как и с малым выходным сопротивлением, так и с выходным сопротивлением, там даже 1, даже 2, 3 Ома. А краса тембрального не происходит. Это как бы, в общем, основная из моих задач была. В то же время очень хорошая фазовая характеристика, которая способствует созданию глубокой, хорошей, очерченной звуковой сцены. Все музыкальные образы хорошо очерчены на своих местах, хорошая глубина сцены. Вот, собственно говоря, это основное, что отличает эту акустику, или характерна для этой акустики. С вами был я, Олег Карцев. Сегодня я прекрасно провел целый день в компании звукорежиссера Андрея Медведка, где мы познакомились с его рукотворной акустикой разных типов и разных сценовых диапазонов. Более того, вся эта система, по моему видению, может стоять не только в доме аудиофила, но и оформляться, например, звуковые залы растущих, как грибы, по всему миру сейчас отелей, где можно получить шикарный, качественный звук, и бюджет не ограничен. Подписывайтесь на мой канал и обязательно лайкайте. Спасибо. Белоруссия 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 Продолжение следует...